В этот Новый год Пашку, во-первых, опоздал, во-вторых, приволок с собой какого-то левого хмыря. — Это вот, — сказал он, показывая на гостя. — Это вот, не знаю кто. Левый хмырь не сказал ничего, молча снял шапку и замер около вешалки. Он был лысый и бледный, и весь какой-то неприятно водянистый. — Я, — сказал Пашка, — встретил его около, ну там, где ещё это, короче, и позвал с собой, а то чё он один там. Хмырь несколько раз мигнул, но опять ничего не сказал. — Хотя нет, он вроде как сам попросился со мной пойти, но только я что-то... Пашка озадаченно почесал голову. — Как же попросился, если он ничего не говорил? — Вроде, — нам разбираться во всём этом особо не хотелось, потому что мы уже начали отмечать. И Пашка, видимо, тоже начал, поэтому и привёл этого, и ничего не помнит. — Ну, раз привёл, так что ж, — сказал Витька. — Пусть будет. — Благодарю, — сказал хмырь. Голос у него тоже оказался неприятным, бледным и водянистым. Он снял куртку и ботинки, но с места не сдвинулся. — Ну, проходи, чё застыл, — сказал Витька. — Благодарю, — снова сказал хмырь и прошёл в комнату. — Как его зовут-то? — спросил я у Пашки, сражающегося, заевшей молнией на куртке. Он неопределённо взмахнул рукой, что-то неразборчиво пробромотал и продолжил попытки расстегнуть замок. — Ладно, — сказал я и пошёл в комнату. — Хмырь уже устроился в кресле, стоявшем в углу. Витька выдал ему тарелку салата и стакан вина, но не стал есть и пить. Поставил их на пол рядом с собой. Просто сидел там и наблюдал за нами. А мы почему-то как будто забыли про него. Проводили старый год, проводили его ещё раз, встретили новый, выпили за то, за это. Часа в два, когда всем уже стало совсем хорошо, он вдруг начал говорить. — Одна моя знакомая на Новый год загадала желание. Выйти замуж. С той ночи под её окнами начала постоянно лаять собака. С каждым днём всё ближе и ближе. И в одну непрекрасную ночь собака влезла к ней в окно. На пятый этаж. У собаки были длинные тонкие телескопические ноги, пустые чёрные глаза и огненный ошейник. В зубах она пронесла оборванное свадебное платье. С тех пор эта собака не упускает знакомую из комнаты. Караолит её для своего хозяина, который придёт и женится на ней, как только закончит другие свои дела. — Какие ноги? — переспросил Витька. Раскладывающийся. Пояснил Пашка. — А другой мой знакомый? — сказал Хмырь, не обращая на них внимания. — Каждый Новый год уходил в поход с парой-тройкой друзей. Однажды он сказал, что видит фей. Вышел из палатки и не вернулся. Те друзья, что были с ним, потом рассказывали, что видели, как он танцует среди маленьких синих огоньков. На утро огоньки пропали. И друг пропал тоже. Осталась только слепленная из снега фигура, очень похожая на него. — Фея. — хмыкнул Витька. — Ещё один знакомый наряжал ёлку и пропал. До сих пор живёт в ёлке и болтает там с игрушками. То есть только на Новый год. А где он бывает, когда ёлка разобрана и убрана, никто не знает. Если как следует присмотреться, то можно его заметить среди иголок. Если воспользоваться лупой и рассмотреть его лицо, но лучше не стоит. А ещё как-то один знакомый в новогоднюю ночь вышел на улицу запускать фейерверки. Запустил, поднял голову и увидел огромное лицо на всё небо. С тех пор он боится выходить из дома, потому что случайно попал этому лицу фейерверком в глаз. Правильно боится, кстати. Никто не спустит такое на тормозах, а тем более огромное лицо. — Зачем это лицо вообще высунулось туда, где фейерверки? — шёпотом спросил Витька. Хмыр неодобрительно глянул на него, как бы говоря, что гигантскому лицу никто не указал, где высовываться. И продолжил. Одна семейная пара купила квартиру. И всё было хорошо, пока не настал Новый год. Все праздники у них на кухне провисел призрак предыдущего жильца, который повесился на ёлочной гирлянде. Вдобавок ко всему он ещё и мигал огоньками. Одну девочку в школе научили вырезать бумажные снежинки. Она пришла домой, но вырезала их столько, что под ними погибла вся её семья. Подозревает, что и кто-то в этом помогал. К тому же снежинки, хоть и бумажные, были холодными на ощупь. И потом все пропали, как будто растаяли. Одна старушка пережила всю свою семью и всех своих друзей. Потому что её новогоднее желание случайно услышал тот, кто не должен был услышать. Теперь она будет жить вечно. И несмотря на то, что её семья и друзья давно мертвы, они всегда будут встречать Новый год с ней. Один мужик подавился о левье и умер. Теперь в новогоднюю ночь он ходит по домам. И если где увидит этот салат, так сразу приходит в неописуемую ярость. Хватает ложку и запихивает салат в клодку всем присутствующим. До тех пор, пока они тоже не подавятся и не умрут. Он рассказывал и рассказывал. И ночь длилась невыносимо долго. Растягивая, чтобы вместить все его странные, короткие, иногда пугающие, иногда забавные истории. Мы молча сидели и слушали и трезвели. А в комнате становилось всё темнее и холоднее. И по углам уже лежал снег, присыпанный хвоей и осколками разбитых ёлочных игрушек. Наконец, спустя вечность, он сказал. «Последняя история». Немного помолчал, вздохнул и продолжил шёпотом. Один парень шёл в гости к своим друзьям. Ему показалось, что его кто-то зовёт. И он остановился. К нему подошёл человек бледный и грустный. И глаза его были как дыры в бездну. Он ничего не сказал. Но парень почувствовал, что должен взять его с собой на праздник. Потому что никто не должен быть один в Новый год. Даже такой неприятный субъект. Он снова сделал паузу и добавил. «Большая ошибка». И снова пауза, длиннее предыдущей. Тот человек был переполнен историями. И он отогрелся в тепле. И истории просто выплеснулись из него. Он как будто не мог остановиться. Ещё пауза. Когда он рассказал последнее, он просто исчез. От него ничего не осталось. Потому что в нём ничего и не было, кроме историй. Зато мы все... Мы все... Но теперь ваша очередь. Я опустошил и остащил себя. Во мне больше нет ни одной. Они теперь все вас. Все. Пауза была такой длинной, что мы подумали, что он больше ничего не скажет. На следующий год пойдёте с надеждой на освобождение. С надеждой, что вас кто-нибудь подберёт. С надеждой, что вы избавитесь от этого груза слов. После этого он замолчал. И не осталось ничего, кроме холода и пустоты. И бесконечно падающего в пустоту снега. И историй. Истории, которыми теперь были переполнены мы. Которыми мы стали. Истории, которые могут быть рассказаны только раз в году. И только если нам повезёт и кто-нибудь пригласит нас, чтобы мы могли их рассказать. Пригласите нас, пожалуйста. Никто не должен быть одинок в Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok